С приходом тепла люди потянулись к водоемам. На днях река Аллей в Рубцовске унесла жизни троих детей, мальчиков и двух девочек. Тела двоих обнаружили сразу в день трагедии. Сегодня водолазы подняли из воды тело третьего ребенка. Следователи проводят проверку. Печальная статистика и в Барнауле. Накануне на так называемом Барнаульском ковше утонул подросток. Мальчика нашли в этот же день. Сегодня мы приехали на место. Рыбаки, говорят, не знают, в чем причина трагедии. Но детей без сопровождения родителей здесь видят часто. Я на той стороне сидел. Ребятишки оттуда. Вот такие вот переплывали сюда. Потом отсюда туда. Не бояться нифига. А это место даже диким пляжем сложно назвать. На дне валяется мусор, кирпичи, камни и битое стекло. А эта трагедия и вовсе произошла на глазах детей-очевидцев. В начале июля в районе поселка Комсомольский на диком пляже погиб 15-летний подросток. Прыгнул с плотика. Там была глубина метра 3-4, где-то так. Там была яма. У него застряла там нога. В яме, да? Да, в яме нога застряла. Он стал захлебываться. Ну, на помощь как бы позвать нет. Люди вроде бы вокруг находились, но почему-то никто не оказал помощи. Не знаю. Не кричали они, что ли. Здесь не санкционированный пляж. Поэтому и ребенку было 15 лет родителям. Можете представить? Они на работе, естественно. Цифры пугают. У полицейских исследователей есть свои версии, почему статистика ползет вверх. Дети разных возрастов зачастую ссылаются на то, что родители отпускают, что родители в курсе. А когда передаем родителям, естественно, родители не знают. В бассейне на глубине более 1 метра 30 сантиметров обнаружено тело 12-летнего мальчика, который предварительно мог прыгнуть с лестницы и удариться головой о дно. При этом родители только вечером заметили тело ребенка. Обычно трагедии случаются на диких пляжах. Там, где дно водоема не обследовано и нет спасателей на берегу. Официально купальный сезон еще закрыт. Это значит, что все пляжи попадают под эту категорию. Ежедневного избежания трагедии на воде проводятся рейды и патрулируются акватории. Полицейские садятся в катер, берут курс на ближайшую зону отдыха у воды, беседуют с родителями и разъясняют детям правила поведения на водоемах. Чтобы всегда она была под присмотром, одно и запрещено находиться ей. Теле могут привлечь к ответственности. Маму вызовут на комиссию, а тебя могут поставить на комиссию. Плывем по реке. На берегу замечаем первых нарушителей. Подростки на этот дикий пляж приехали одни. В данный момент проследуем в отдел полиции. Выйдем на связь с родителями наших. Не будем передавать вас. Поэтому собирайте вещи. Всего с начала года в Барнауле поймали 72 ребенка, рядом с которыми не было взрослых. Но уследить за всеми невозможно. Сотрудники полиции предупреждают мам и пап, что оставлять детей на пляжах или вблизи воды одних нельзя. Иначе печальная статистика будет только расти. Мария Микшута, Александр Антропов. День с толком.